Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Зрение. Очень много вопросов по зрению. Когда мы все-таки дадим какие-то рекомендации людям, как восстановить зрение? На самом деле зрение очень важно, как мы уже знаем, и в материи важно, и в психике. В психике вообще все, что передается, все, что можно узнать. Как узнать человека из инкарнации в инкарнацию, это по голове. Глаза только передаются. Все остальное не передается. И сознание перетекает, оно течет. Через глаза. Причем глаза как физический орган получается. Мы можем привязаться к физическому органу. Но даже если он фактически отсутствует, все равно перетекание сознания будет через глаза. Потому что будет голограмма. И она все равно будет использоваться для перетекания сознания. То есть глаза – важнейший орган. Опять-таки с точки зрения памяти. Помнишь, когда молодежь ходила на обследование, и в глаза свет яркий был при обследовании? Как тут же поднялась информация, и тут же сразу не понял, что это за дурные сценарии проявились автоматически, которых не было. А это был подъем просто вырванный из глубин подсознания просто светом офтальмолога. И это дополнительная была информация, которая как бы… Молниеносно, да. А на свет, молниеносно, знаешь, как эти сейчас… Подсветил пупок в чуланчике, да. То есть интересные, конечно, эффекты в нашей психике происходят. На свет, реакция на свет. Но вообще все, что касается глаз… Вот смотри, я когда-то, когда в детстве упало зрение, я верила, верила, что его можно быстро восстановить. Но этого не случилось. Хотя мама моя прикладывала какие-то усилия. Мы там ходили на стеклышки к офтальмологу. Вот. Потом, ну, благополучно все это было убито атропином. И… Что такое атропин? Ну, это такие капельки для глаз. Вот. И в какой-то момент я потеряла веру в то, что можно восстановить зрение. То есть я смирилась с этим. Но все уговоры там, что поехали в институт Федорова там операцию сделать или еще что-то… Я единственный орган, который я ни при каких обстоятельствах не хотела резать, трогать и так далее. Это были глаза рисковать этим органом. Поэтому я ничего не делала. И когда вот попала в руки книга Нарбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению», я, конечно, с превеликим удовольствием занялась мышцами. То есть я тренировала постоянно глаза. И причем у меня был очень большой минус. И у меня удалось при моем минусе был интересный эффект. За счет мышц я видела свои 5-6 строк. Этого было маловато. Но это был уже результат достаточно приличный. Но при этом минус у меня оставался большим. То есть это создавало очень большое напряжение в глазах. В какой-то момент я поняла, что я так тренируюсь или до какой-нибудь отслойки сетчатки, или еще до чего-то, что я оставила это благополучно. Но вот я как в потолок уперлась. У меня 5-6 строк и дальше не двигалось. Все. Вот глухая стена не идет и все. И вот смотри, следующий потолок в обратную сторону возник. Это когда мы вот сейчас начали заниматься восстановлением формы глаза. И вот утром я вижу единицу. Два-три часа я вижу единицу. Идеально. А потом хлоп, и опять эти 5-6 строк. Как откат возвратила. Как зафиксировано одно. Причем неважно, ты будешь видеть из плохого подниматься до этого зрения, или ты будешь с единицы падать до этого зрения. То есть это как привязка, которая в мозге зацеплена, так жестко зафиксирована. И вот эта привязка, конечно, она... Мертвая хватка. Мертвая хватка, да. Она сперва не осознавалась. На самом деле это очень крутая подсказка и для исследований психики тоже. Потому что такой же мертвой хваткой мы на инстинкте самосохранения держимся за жизнь. При этом смотри, что ты сказала до этого. Да. Ты сказала до этого, что тренировалась, тренировалась. И в какой-то момент поняла, что можешь дотренироваться до отслойки какой-нибудь сетчатки. Смотри, тоже здесь ты так раз и перемкнула. Пуц, дальше нельзя. То есть перекрыла чем? Страхом. Да, страхом, страхом, да. Ну точно так же, как страх потери тела, страх инстинкт самосохранения. То есть любой для тебя вот эта вот жесткая привязка к этому, что ты уже накачала, и любой шаг за пределы его – это как риск. Риск потерять тело, потерять орган, потерять зрение. Опасность, на самом деле. И неважно. И уже в этом случае получается вот эта мертвая охватка, и уже в этом случае уже ты не можешь разобрать, что это тебе как… Это выход, да? А ты уже не осознаешь это как выход. Для тебя это страх. Ты пум блокируешь. То есть блокировка такая. Ну смотри, это инстинктивная штука, она прошита у нас в психике. И в принципе, вот на курсе «Вторичные выгоды» мы же подложку всю эту разложим человеку. Вообще на чем разворачивается инстинкт самосохранения. Просто мы плавно к этому подведем человека, чтобы это было не вырвано из контекста. Потому что если вырвать из контекста, человек может сказать, да вы чушь говорите, вам надо о вторичных выгодах говорить, что мне выгодно, что мне невыгодно, что пополнит мой кошелек, а что не пополнит. Представление-то у каждого свое. А тут речь идет глобально, как работают наши инстинкты, как срабатывает психика. А самое главное, почему она именно так срабатывает. Вот кто-нибудь задавался вопросом, почему у человека работает инстинкт самосохранения? Откуда он взялся первоначально? Это же психический процесс, необъяснимый. Да, он будет бороться за жизнь. А с хиралином будет бороться за жизнь. Ну вот где у него хоть где-то написано, что он должен за нее бороться? Если его сознание вечное, вечно создает ему это тело. Из цикла в цикл. Конечно, если принять концепцию, что ты живешь одну жизнь, то, наверное, ты бы за нее боролся бы... Мертвой хваткой. Мертвой хваткой. А почему мертвая хватка? А при этом полное идет обесценивание. Да. Смотри, парадокс. Мертвой хваткой, то есть ты за это тело борешься, да? А если ты борешься, значит, ты его уже теряешь. Значит, есть кто-то, кто у тебя заберет. А это, значит, полное обесценивание. То есть есть сила, которая может забрать. Да. И это сила не ты. И это сила не ты. И самое интересное, тебе... Ты борешься за жизнь, но при этом ты травишь свое тело. Да. Ты рискуешь своей жизнью. Ты полностью обесцениваешь. Да. Ты пьешь, куришь и так далее. То, что ценишь больше всего. То есть то, за что ты держишься, это же ты и обесцениваешь. Ты обесцениваешь. И это, конечно... То есть представляешь, насколько замкнута система. Насколько она зажата и не развивается на самом деле. И смотри, если у тебя есть инстинкт самосохранения, да? И ты держишься за жизнь. И ты максимально хочешь продлить эту жизнь. То как тогда в противовес этому работают программы старения? Это же в другую сторону направленная программа. Это разнонаправленное движение. То есть... Когда мы сейчас говорим «это как?», да? Мы-то ответ на этот вопрос знаем. Да. Как это происходит. Но просто не все можно публично говорить. Иначе будет конфликт с религией. Почему он и так давно есть? Потому что для нас очевидно. Очевидно. Просто очевидно. То, что вот просто на лбу, можно сказать, написано. Да. Смотри. Ты только что сказала про «тогда борешься». То есть ты тогда борешься против старения, да? Получается, когда ты... Ну, старение и инстинкт самосохранения – разнонаправленный процесс. Да. А теперь смотри. Когда ты борешься со старением, то это точно так же. Идет парадокс. Это значит, ты будешь стареть. Активно будешь стареть, да. Потому что у тебя вынесен враг вовне, да? Это сила вынесена. Это не я, это сила вынесена. Это не я, да. И ты борешься. Это игра в старость тогда получается. Да. А любая игра старость заканчивается поражением. Любая война заканчивается поражением. Любая война поражением. Любая. Обеих сторон. Потому что эти две стороны – это одно. Ну, да. Ты за собой борешься, разрушаешься. И когда рассказывают о победе в войне, да? Там эти победили. Победы не бывают, в принципе. И там, и там осталась разруха. И там, и там погибли, уничтожены, потерян ресурсы. Просто в пустоту. Выброшены. Да, выброшены. Выброшены наработки, выброшена агрессия. Разрушающая самого себя. Интересно. Вот люди называют себя разумными существами. А на самом деле, вот, казалось бы, мы сейчас проговариваем вслух. Элементарные вещи. Ведь они не осознаются и не понимаются совсем. То есть, это можно не осознавать и не понимать совсем, если ты абсолютно бесчувственен и автоматичен. Если ты, Наташа, так, плавно. То есть, тебя дома нет. Ты вынес все из себя. И тогда тебе нужны инстинкты. Вот тебе инстинкт самосохранения. Блин, вот эту подоснову. Я понимаю, какой бог восторга будет на курсе, когда вот эту подоснову разложатся. Когда мы, ой, да, это третий день. Это на мертвая хватка, на самом деле. Мертвая хватка. Вот он. Кто к нам приходит на курсы, тот знает. Вот она мумия. Кстати, насчет мертвой хватки. Вот когда мы сегодня с тобой работали, у меня, вот реально, я четко осознавала свою вот эту черту характера с мертвой хваткой. То есть, если я как бульдог сжала зубы, да, то я уже не выпускаю своего. И, наверное, благодаря этому инфодайинг-то и пришел в нашу жизнь, потому что вот в свое время был такой интерес, то хватишь и все, намертво. Да. Но я же тогда не думала, что это может быть связано со зрением. А это напрямую, оказывается, связано со зрением. Вот это наше восприятие мира. А смотри, а у меня черта, смотри, какое сочетание. И вот этот парадокс, он работает в разных направлениях. И смотри, а у меня сочетание. Я наоборот, я соглашусь. То есть, я, мое мнение, оно мое, но при этом я в свободе, как, знаешь, не спорю. И в свобода. Короче, как свобода. Как свобода. Как свобода. Так я говорю, смотри, как в том-то и дело. Всегда есть два. То есть, как свобода, а это свобода. Но все равно будет так, как ты хочешь. Потому что во мне, я, да. Потому что если я знаю, ну, с другой стороны, на самом деле. С другой стороны, в зеркальном отражении. С другой стороны, со стороны свободы. Да, так я же тебе... Я сегодня заметила интересную штуку. Вот мы с тобой, когда работали, ту часть работы, которую, по идее, должна была чувствовать я, да, через свое тело, ее чувствовала ты. А ту тебя, которую должна была чувствовать ты, я чувствовала лучше, чем себя. Это вообще, это невероятно. С двух сторон. С двух сторон, а получается... И при этом, смотри, что получается. Переотражение. Переотражение. И при этом получается, как белое-черное. Мы постоянно с тобой, вот, когда мы вместе работаем, мы постоянно с тобой делаем вот так. Да, да, шашечкой. Постоянно делаем вот так. На каждом переотражении. Понимаешь? На каждом. И везде работает закон парадокса. И везде надо схлопывать. И везде отказ от чего? Да, и везде надо записывать новое. Да, да, да. Отказ каждый раз от чего? Мы вот так с тобой работаем всегда. Отказ от создателя. Да. Понимаешь, когда мы говорим о создателе вообще... Как двигатель, кстати, ты четко сказала. Как двигатель, да. Когда мы говорим о создателе, понимаешь, я вообще могу произносить это слово и спокойно говорить, общаться на курсах с людьми. Вот я благодарна, что они есть в нашем отражении, с кем мы можем общаться. В семье, с близкими друзьями. И все. Вот сегодня случилась история. Вот мы с тобой тогда поработали. И я потом заехала. Мне офтальмолог сказала, подъедьте. Глазное давление померяйте. Я со спокойной душой приезжаю в поликлинику. Мне рассказывают, что к офтальмологу попасть невозможно. Я говорю, спасибо. Какой кабинет? Прихожу в этот кабинет. Мне рассказывают, что нужен талончик. Там очередь хреново тучи людей. И так далее. Но в течение 30 секунд все померили и оттуда ушла. А дальше была картина. Я спускаюсь, а там аптека в поликлинике. И капли для глаз. И передо мной стоит просто безумное количество бабушек и дедушек. И прямо театральная сцена разворачивается. Я просто в конце уже хатала в голос. И каждый медаль вешает. Каждый. Очередь двигалась там очень медленно. Потому что платные рецепты переместили с частных клиник. Они сейчас не обслуживают эти бесплатные рецепты. И, соответственно, всех бабок и дедок собрали в поликлиниках и в государственных аптеках. Очередь просто. Я не знаю, насколько там стоять. И обслуживание крайне медленное. И вот эти бабушки и дедушки между собой, помирая в этой очереди, дышать нечем. И они там, вешая медали себе. А я же так болен. А у меня же тут это. А вот доживите до моих лет. Мне же уже все-таки... И каждый друг другу. А у меня вот такое, да? А вот это да мы до ваших лет. И доживать не будем. Нам это не надо. Блин, полный отказ сразу идет. И я так стою и говорю, бля, на дачу всем работать, картошку сажать. Хоть болеть нечем будете. Раз нечем больше заниматься вам. Как только медали вешать. Да, да, да. То есть, блин, я никогда туда не хожу, а тут заглянула и понимаю, какая задница. Вообще просто капец. Человеку нечем заняться. И он... Он играет только в эту игру. И вот смотри, очень четко было видно. Вот мы как раз с тобой висим на этой теме Создателя. Ты попробуй вот в этом контингенте скажи про Создателя. Я что, сам себе болезнь создал? Вы что, сумасшедшие? Никогда в жизни. Он никогда в жизни не возьмет на себя ответственность. И он никогда в жизни не будет меняться. Он будет жрать химию, он будет себя травить. Он будет выносить ответственность на кого угодно. Но он ничего не сделает, чтобы поправиться. Ничего. Я сегодня смотрела. Это было вот шоу «Карты балет». И я понимаю, как классно общаться с теми людьми, с кем мы общаемся. Это просто невероятно. Это вообще космос. Да. Но при этом, смотри, но при этом, отказавшись, отвернувшись от этого, ты не узнаешь этого. Да. И тогда благодарность вот этой очень... Возможности наблюдать. Возможности, да. И опять-таки, смотри, глазки. Наблюдать глаза, когда нужно. Да. Мы об этом и говорили как раз накануне. Да, да. То есть, благодарность, на самом деле, тому, что вот эта сцена произошла. И тебе проживать этого не надо самой. То есть, мы уже, видя это, анализируя, понимаешь. И ты направление свое меняешь. Меняешь направление движения. Благодарен, что ты произнесла, я благодарю вот свое окружение. Вот благодарность меняется в другом направлении, но при этом и туда благодарность. То есть, благодарность в одну сторону, благодарность в другую. И в итоге благодарность в тебе же самом. Это, знаешь, это как увидеть конец детектива и сказать, я не хочу, чтобы у этого детектива была такая концовка, я хочу другую концовку. Совершенно верно. Ну, другой концовки сегодня нет, значит, ее надо создать. Создать, да. А для этого надо открыть в себе вот этот создающий ресурс Создателя. Позволить себе. То есть, взять ответственность на себя. А, да. А вот это моменты сложные. А смотри, для того, чтобы перейти вообще в создание, смотри, какой отказ идет. Ведь идет прямой отказ от готового сценария. От того детектива, который предусмотрен. А смотри, а ведь этот детектив не на одну жизнь предусмотрен. И вот помнишь, когда мы работали, когда мы зацепили собственный инкарнационный цикл? Момент. Вот ты родишься, и ты видишь, где ты родишься. Ты видишь своих внуков. Да, у кого ты родишься. А ты это все стираешь. Комфортно тебе было стирать эту информацию? А не было ли страшно? Ты знаешь, если вот конкретно меня, да, я понимаю, что как бы... Не, я валю на пролом, я в этот момент выключаю все страхи. У меня уже настолько это выработало... У меня нет страха. Вот насчет того, когда работаю я в себе, у меня нет страха. Правда. Раньше возникало. Если что-то бывает новое какое-то, ну, бывает, да, то ты уже просто... Оно молниеносно как-то отлично. Я не могу сказать, что у меня страх. Нет, у меня не было страха метать. Но где-то какая-то мысль проскочила. Хорошо, а вот предложи человеку. Мы же будем нашим предлагать. Осознанное решение будет человека. Вот предложи человеку. Ты готов, но тогда полностью стираешь свое будущее. Да, будущее. Полностью. И сам создать. Ты готов полностью создать? Причем это касается не текущей жизни. Это и энное количество вперед. Ты, по сути дела, убираешь все, что там уже нарисовано. Ты готов убрать? И ты посмотришь, насколько человек готов. Не все. Страшно. Страшно. Или это взять же ответственность на себя, да? А как я могу взять, если я не умею? Смотри, а как я могу взять эту ответственность, если я не умею? Это так же, как, знаешь, сесть за руль автомобиля. И говорит, а ты никогда не сидел. И говорят, едь. И ты понимаешь, а как же я поеду? Если я не умею, то есть научиться надо. Но если ты не поедешь, ты не научишься. Да. И по-другому никак. Да, по-другому никак. И это вот эти моменты, видишь, при этом страх, он отключается вместе с инстинктом самосохранения. Вот это момент, когда этот инстинкт и отключается, по сути дела. Берешь ответственность на себя. То есть ты полностью отвечаешь за все свои действия. Ты думаешь над ними. И ради кого? Ради себя. Ради себя. Ради себя. Ради себя. И тогда ты родишь себя. Там, где ты хочешь родить себя. Вот она научиться быть создать. На самом деле научиться быть, это вернуть свою способность создавать. Вспомнить ее. Вспомнить ее. Она была. Она была, пока не заснул. А когда заснул, пока не отказался. Не отказался, да. Пока не отказался. Потому что ровно так же мы отказываемся от жизни, ровно так же мы отказываемся от тела, от всего. У нас идет отказ. Отказ от семьи, отказ от детей и так далее. Нет у человека детей там в семье. Вот помнишь, мы работали с бездетностью уже сколько случаев, кто потом забеременел. Вот, ты работаешь, а там отказ висит. Если дело в отказе, то это вообще простые решения. Иногда бывает сложная физиология и более сложная работа. Но если это отказ, но этот отказ может быть висеть в банальной причине, что человек имеет бесплодие. Да. Убираешь отказ. Посмотри, когда ты отказался, ты отказался быть создателем своей жизни, все, ты уснул. А теперь смотри, и берем по образу и подобию, человек отказывается от своей жизни и умирает. Это же об этом. Одно и то же, да. Кстати, на эту тему интересная штука с отказами. Штуку с отказами заметили там в психике не только мы, но и психотерапевты. И есть разные психотехники, где по-разному звучит возвращение вот этой отказной функции. То есть, ну, в расстановках там через расстановки находят, осознают и говорят, нет, я возвращаю себе ресурс, там у них свои проговоры. А у РПТ или вот это хилинга я осознаю и признаю, и там меняю. Там формулы есть по формуле, как проговор идет. И вот смотри, какая штука. Вот то, что мы вчера объясняли людям. Когда наше подсознание слышит проговор. Тем более, когда он повторяется многократно. И с фразами я осознаю и признаю, отменяю, отпускаю там и так далее. И особенно, когда сверху дается новая установка. То, что очень любят в гипнозе и во всех вот этих гипнопрактиках. В коучингах и во всем остальном. Я там это заменяю на это. Тудух. А подсознание так, из вот такой фразы, берет три слова. И все, и пошел. А вот в это мы играем. Да, да. И херяк. А человек зачастую не понимает. А это вырвано из контекста. И потом он не понимает, почему у него хлам в жизнь сыплется. Откуда и что у него повалило. Откуда это идет, повалило. Я же этого не запускал. Подожди, а кто ляпал языком? Прежде чем ляпнуть, подумай. Подумай, учись контролировать свою речь. Потому что создатель полностью осознает, что он ляпает языком. Особенно как установку. Да. И это невероятно. И в то же самое время, смотри, в гипнозе гипнотизер, ну или коуч, или там тета-хиллер ведет другого человека. Кто первый ляпает языком? Кто весь мусор в себя собирает? Я понимаю, что я когда вот эти вещи вижу, осознаю, думаю, блин, люди. А зачем вы своей психике устраиваете помойку? Мусорку. Мусорку. Ну понимаешь, но мы же к этому дошли. Просто очень много работая с мусором. Пока человек сам не пройдет вот этот мусорный период, он до этого сам не дойдет. И тогда ладно. Да он не может дойти, потому что замусорено. И он просто не может в этом мусоре разобрать даже, где мое, где чужое. Да лучше я это понесу. Он умом считает, что он отфильтровал мое чужое. Это знаешь, это когда ты заходишь в квартиру, заваленную хламом, и говоришь, вот это, вот это, вот это мое. А остального типа не существует. Да. Но хлама от этого не стало меньше. Пока ты не уберешь. Пока ты не уберешь. Сам. Точно. Остальное я не замечаю, потому что это не мое. Не так хорошо. Не так погрязит. Слышь, мне и так хорошо, а внутри так червяк точит, постоянно точит. В говне живут. Ага. И не ходишь и не понимаешь, чего я раздраженный, чего я... Ой, блин. Вот так от себя никогда не убежишь. Никогда и никуда. Никогда. Пока ты все не разложишь по полочкам у себя, во всех направлениях. Ты вот просто беги, можешь сломя голову бежать, а этот хлам будет бежать за тобой, еще больше расти, усиливаться. Да, да. Пока ты не повернешься к нему лицом и не начнешь разгребать собственными ручками. Это точно. И ручками, и ножками, да. Глазками прямо в глаза, да. И глядя, что разгребаешь, и что куда-то деваешь. И как ты это делаешь. И тогда ты знаешь, на самом деле, когда мы когда-то пришли к зачистке безустановочных программ, что идет в противоречии с гипнозом, по сути дела. Когда мы просто тупо сносили программное обеспечение у человека, не устанавливая ничего на это место. Мы делали правильный подход. Потом психика заполняла это как-то, но уже у человека появлялся шанс на другую жизнь. А помнишь, мы даже, да, и мы даже говорили, у вас есть вот промежуток, две-три недели говорили. За это время займись собой. Займись. Так что, вынос ответственности, да. Он сначала да, да. А потом за это вот, ну, не все, конечно, кто-то работал. Кто работал, тот конкретно. У того движуха у тебя есть изменение, и все. А кто-то вот этот две-три недели, ой, шута, нет. Лучше я вынесу ответственность, схожу еще куда-то. И все. Смотри, какая тема, которая проглянулась за эти вот четыре года работы. Если вспомнить наших клиентов, их было очень большое количество, то, и опять-таки проанализировать результативность работы, то получается, самые быстрые результаты, самые успешные имели люди, которые сами нас нашли, сами оплатили консультацию, сами пришли, сами попросили добавить их в чат, и сами начали напрямую работать с нами. И они пишут до сих пор. Вот мама Анечки с псориазом. Да, она до сих пор. Вот смотри, какая молодец. Сколько лет, и какие изменения, и ребенок развивается. И по псориазу изменения, и самое главное, у нее в голове изменения, изменения в жизни. Да, медленно. Но она же четко, она когда-то давно-давно пришла, и она никуда не ушла. Потому что она видит, что здесь есть суть, и тихонько идет. Она не одна. На самом деле, таких мам много, с кем мы переписываемся. Просто сейчас она в память пришла, потому что молодец мама. Но были люди, которые, вот самое интересное зачастую, по рекомендации, это очень важный человек. Или это вот человек там, или я пришла там, знакомая знакомых через пятое колено. Да, ты этого человека не знал, но она как-то пришла. или там из какой-то прошлой нашей жизни бизнесовой. Или, как правило, ну то, что называют ВИП, такой вариант. Так, когда, ну мы уже обратимся, мы можем и дорогой клинику себе позволить, но мы уже к вам обратимся. То есть, человек пришел, ну, в большинстве своем бесплатно. Человек отношение скептическое. Книг не читал, ничего не делал. И вот человеку говоришь, информация удалена. У тебя есть две недели и месяц. Что делает человек? Ничего. И ты знаешь, для меня было открытием... Обесценивание. Обесценивание. Для меня было открытием, но это тоже был опыт, когда надо было в наблюдении прожить это и просмотреть со стороны, да. Это ж наш опыт для меня был тогда открытием, а подсознание тебе уже назад вернуться не даст. По-любому. По-любому. То есть, вот этот момент освобождения, когда ты не стал работать, ты сделал выбор, и теперь болеет не твой ребенок, а теперь болеешь ты. И вот когда уже поджигает личную жопу, вот тогда начинается движуха. И мне тогда уже нравятся расклады. Ну, это, как правило, шесть месяцев до года, да. Он прострелил, собственно, геморрой. Но до этого надо было дойти. Человек понимает только свою боль. Ему не больно, когда болит его ребенок. У него работает его собственный инстинкт самосохранения. И именно этот вот инстинкт включает его подсознание. Сейчас, когда мы это осознаем, мы понимаем, что вот пока вот в эту точку создателя ты не придешь, хрен ты жопу от дивана оторвешь. Но как только ты туда пришел, вся цепочка сработала. Все гирлянды зажглись, и все. И тогда ты готов и практики делать, и Богу молиться, и по врачам бегать. И все одномоментно. Лишь бы только все. Я поверю и в Аллаха, и в Иисуса, и в Будду, и в кого угодно. Только сделайте за меня. И смотри все равно в зеркало. Да, сделайте за меня. Потому что интеллекта не хватает. Интеллекта не хватает. Какое бы у тебя образование не было, интеллекта у тебя не хватает. Оценки. И получается, что самое первое, что тебе говорили, первое, что надо сделать, развернуться в себя, взять ответственность. Мимо ушей пролетело. Лучше быть, ответственность будет где-то. Где угодно. Вы не правы, скажут. Как это, Бога нет там или... Поэтому и в Аллаха, и в Иисуса, и в Будду. В кого угодно. Вселенная. Врачи. Врачи. Подожди. Это понятно. Вышевшие силы. Инопланетяне. Вот, понимаешь, главное придумать ответственность, на кого повесить. Уже вот самое главное, что смотри, страх создавать свое будущее, но при этом инопланетяне я создал. Придумаю. Да, да, да. Главное вынести их, чтобы было на кого повесить. Понимаешь? Вот не могу повесить на высшие силы. Блин, не могу. Они же слишком добрые. На инопланетяне. Ты знаешь, я когда ржу насчет психического здоровья нашего общества, вот оно, казалось бы, смешно, но это не смешно, когда смотришь на это с точки зрения подсознания. То есть вынести ответственность на высшую силу или на инопланетянина за свою жизнь. Это нормально. Вынести ответственность на врача и гордиться своими болячками, у кого круче лекарства, у кого они бесплатнее. И хаять врачей при этом. Это нормально. Понимаешь? Ты возьми так любой аспект жизни. Я недавно общалась с человеком, и у этого человека, в общем, он очень сильно гуляет. То есть он не может выбрать среди кучи женщин свою. И вот он как только видит красивые ноги, ему надо обязательно между них залезть. И у меня сразу было не понимание, а чувство, а любовь, а еще что-то, а понимаешь, а потом я вот смотрю на него и понимаю, вот стоит красивый, здоровый мужик, касая сажень в плечах, и он не умеет управлять своим членом. Он не умеет управлять своим половым органом, а как ему тогда права дают на его рейндж? Ну вот как можно дать права на управление автомобилем, если ты, блядь, членом управлять не научился? Вот как? Это общество здоровое на голову? И понимаешь, вот женщин, между прочим, чтобы пройти медкомиссию на права, отправляют к гинекологу. А мужиков туда не отправляют. Почему? Ты психически здоровый, если ты ищешь, какую дырку вставить постоянно? Это, то есть, вот эти вот моменты, они у меня просто вызывают иногда так ступор, и ты смотришь и понимаешь, тут никакое образование не поможет, ничего не поможет. Тут работает интеллект тела, тут даже программа ума не работает. Как, когда у тебя не работает программа ума, тебе давать права? Психика нарушена. Тут нарушена психика. Точно так же, как у руля государства стоят пидоры, извини за выражение. И гордятся тем, что они сменили там пол, или там у них дети такие, или-или. Это психически больные люди. Давайте поговорим о том, насколько здорово это общество. И это вводится в норму. Опять-таки, те же самые западные школы, сейчас уже сколько общались с ребятами с Европой, у кого дети пострадали от того, что у них нарушена половая самоидентификация. То есть, основная опция родителей заложить в психику ребенка, кто ты, это священный долг родителя, объяснить мальчику и девочке, чем мальчик отличается от девочки. И что делают в этом обществе мальчики, что девочки. Это основы бытия, это начальное, вот 2 плюс 2, 4, а не 22. Да, даже за это родители не берутся. А получается, в школе говорят, да скинт, оно. И вот этот доскинт, это пошло, или ит, пошло в жизнь. И потом оно в свои там 10, 15, 20 лет не знает. Оно не понимает, кто я, что болванчик. Болванчик такой, да. Такой болванчик, знаешь, как между миров такой. Ходит, ходит болванчик. А потом, ну где его притянет? Ну сегодня он девочка. Или потом ходит, ходит, ну сегодня я мальчик. Вы мне плохую операцию сделали. Не так. Не то отрезали. Не то отрезали, не то пришили. И вы виноваты, да. Блин, вот на это смотришь, и вот иногда действительно такой ступор впадаешь, и понимаешь, это вообще капец какая деградация в обществе. И действительно возрождение вот всего этого может начаться только в том обществе и только с того, что возвращается благодарность. А благодарность это и есть здоровая психика. Здоровая психика. Здоровая психика. Здоровая психика, то ты будешь благодарен. Возвращение ответственности, возвращение Бога в себя Создателя и объяснение, что ты создаешь полностью каждый момент в жизни. Отвечаешь за свои ошибки, за свои поступки. И, соответственно, надо вернуть ответственность на человека за все его поступки. А смотри, а как вернуть? Вот мы говорили про память, как работает память в психике. Точно так же в материи это будет проявлено в законодательных актах. Как вернуть ответственность пешеходу, если пешеход всегда прав? Переписать законодательные акты. Пешеход должен отвечать за то, что он бросается под колеса. Как и водитель. Вот тогда это будет ответственность на каждого. На каждом. На каждом, да. Это твоя жизнь. А иначе получается вот эта болтушка. Да, это то же самое, что как нарушена половая самоидентификация. Потому что у него повышенное средство повышенной опасности. А ножки у этого и голова пешеходика. А голова пустая, да. Там дома не повышенная опасность. Вот такой же. Одному дают права, когда он членом не умеет управлять, а второй вообще ничем, даже не пытается управлять. Головой думать не пытается. Вот такой ходит. Бум-бум-бум. Не знаю, мальчик я или девочка, блин. И я не знаю, зеленый свет или красный. Пропустить мне машину или не пропустить. Что делать, когда... Что надо на красный, что надо на зеленый, да? Ну. Нас учили в свое время посмотри направо, посмотри налево. Ну и, конечно, вот эта ответственность, когда водитель по-любому отвечает деньгами за любое ДТП, за любое сбитие пешехода и так далее. Это неправильно. Это уже вторичная выгода у пешехода броситься под колеса. Этого не должно быть изначально. А вот смотри, как память, которая проявлена в материи законодательными актами, как она держит людей. И как вторичная выгода удержит. Не откажемся от этой игры. Мы никогда не будем развиваться. Мы не возьмем на себя ответственность, потому что нам здесь деньги могут заплатить. И вот они тупые игры. Вот они вот так. И ты смотришь на это общество и думаешь, блин, ребята, ну где-то, ну хоть одну извили, ну давайте. Отвечайте за свои все действия, за свои поступки. А первопричина всему религии. Вот она. Что посеяли, то и пожали. До тех пор, пока с религией не начнутся разборки, будет безответственность. И, соответственно, будет сжать экономика, будет сжать политика, будет сжать государство. И при этом все будет рушиться. Это на самом деле все идет тар-тарары. И потом войны, и все, это все вынос Бога из человека. Это сделала религия. А возьмем школу. Я всегда на школу. У тебя больше акцент туда, да? А у меня со школы. Возьмем учителей. Они обвиняют детей, что дети не хотят учиться, что они не слышат, что они агрессивны. Но люди, учителя, это же ведь вы так преподаете предмет свой. Вы просто осознайте, учителя, что вы тупо, натурально, тупо, силовым методом хотите втиснуть ребенка в голову свой предмет, который вы сами ненавидите. Он у вас уже вот тут стоит. А вы сюда пришли работать, потому что, ну, куда я еще могу пойти? Вот сюда проще мне пойти. И при этом я буду хаять, ругать, что мне здесь мало зарплаты дают. Да потому и мало, что ты не горишь в своей профессии. Тот, кто действительно этим наслаждением получает, он любит то, чем занимается, да? Так у того и ребенок будет учиться с удовольствием, во-первых. Во-вторых, этот человек будет репетитором. Он будет, может, и в школе преподавать, но еще и будет репетитором. Он будет зарабатывать деньги, и от этого его душа поет. И ребенок возле него будет расцветать. Нет, в школах вот темные тучи ходят. И злые на этих детей давление. Естественно, дети – это наши зеркала. Тук-тук, учителя. Посмотрите, это ваше зеркало говорит, какой вы ходите. А вы кричите, плюете в это зеркало. Так оно у вас кричит и плюет. Я очень-очень сильно, ну, если взять семьи, родители, я тоже там могу точно так же сказать. Но мы берем сейчас коллективное, правильно? Поэтому то, что влияет больше всего, мы же выносим ответственность, мы же отдаем своих детей в эти школы. Правильно? Правильно. Мы создаем эту игру. Да, мы создаем. А для чего мы ее создаем? Для того, чтобы в какой-то момент сказать себе «стоп», подуматься и вернуться к благодарности. И вернуться, да. И через благодарность начать возвращать ответственность и учить по-другому. Не засоряя фразами, стихами, чужими мыслями, чужими догмами и так далее голову ребенка. Не засорять, чтобы ребенка интерес к жизни исчезал. Да. Развивая его интерес. Развивая его интерес. Даже смотри, я вспоминаю своих мальчишек. У меня мальчишки все время были увлеченные. То есть, вот в Ясе я сейчас так не нагружаю, но в Ясе более в лайтовом варианте идет. Но при этом все равно у него есть свои интересы. А Вова с Димой, они еще были пригружены постоянно. То есть, у них там и музыкальные школы, и кружки технического творчества. Спортом я их не сильно нагружала, но они сами себя нагружали. Кто там на велике прыгал, кто там в гонках участвовал, кто еще где. То есть, у них все время жизнь была наполнена каким-то их мальчишеским интересом. Плюс еще папа с их конструированием, с модификацией каких-то велосипедов, мотоциклов и всего остального. И получается, мальчишки все время жили вот этой вот техникой авиамоделирования. Там самолеты еще до сих пор висят. И всякая вот эта хрень. И они все время были увлечены. И вот когда они увлечены, когда их внимание было сосредоточено, они тут же понаходили, что им интересно, это айтишка. И они уже развивались сразу в своем русле. Видели что, где и как. И при этом мне было абсолютно на их учебу. Только я их предупреждала, что если ты не поступишь в институт, то пойдешь в армию. То есть, опять-таки, армия – это не гордость и честь туда пойти. Это вот если у тебя не сложится, и ты не достигнешь, то когда ты вынужден будешь. То есть, у них был выбор. И когда я смотрю, вот тогда подростковый период вот этот проходит, он проходит легко, мальчишка увлечен. Когда я смотрю вот на ребят, которые там в подворотнях сидят, где-то курят, где-то алкоголь, где-то еще что-то, их интерес направляется в бутылку, в сигарету, под юбку девочки, еще куда-то в то время, когда не развит их собственный интерес. Когда родители не имели своего интереса. Они не могли просто не было скопировать ребенка. Да, ребенок не скопировал с родителя, и сам не увлекся в интересе чем-то. Конечно. То есть, не было интереса. И, скорее всего, был задавлен учебой, ты должен, отбита охота, отбиты интересы и так далее. И все, и без интереса. Ну, если не интересно тебе ни это техническое творчество, ни велосипеды, ни мотоцикли, ни музыка, ни изобразительное искусство. Ну, тогда будет бутылка интересная, будут интересные наркотики, будут интересны какие-то компании и так далее. А когда ребенок... Бесхозность. Да, когда ребенок увлечен, то это все, оно проходит мимо, и они выходят уже во взрослую жизнь со своей специальностью и готовы. И самое главное, что еще мозги там думают, что, откуда, как. Я у своих детей постоянно учусь. А самое главное, когда еще нет того, что ты на своего ребенка говоришь, ты плохой, ты что, там, пожалуется учитель, и ты своего ребенка долбишь. Разберись с этим. Вот ты в ребенка, ты вдалбливаешь, просто всовываешь, что он плохой. А ты покажи ему красивую жизнь. Мы сейчас с Ясей. Ему когда задают стихи учить, есть стихи, которые легко учатся, потому что там реально есть рифма. Но в школьной программе очень много стихотворений. Я не знаю, кто их туда вставлял, но там даже рифмы нет. Как назвать это стихотворением? Вот у меня язык не поворачивается назвать стихотворением. А ребенка еще заставляют это учить. И вот Ясей иногда так, мама, я не могу это говно выучить. Я говорю, ну так принеси двойку, слушай, говорю, расслабься ты. Я что, тебя за оценки когда-нибудь ругаю? Говорю, я тебе хоть слово скажу? Нет, говорю. Ну, он типа, давай я не пойду в школу. Говорю, ну это уже будет прогул, это вообще не по-мужски. А по-мужски это нормально, принеси два балла. Никаких проблем. И ты знаешь, самое интересное, что никогда не приносил. Все равно доделывал до конца. Но он просто не ограничен. Он знает, что ты можешь, никаких проблем. Ты все равно останешься самым любимым сыном. Неважно, какая у тебя там оценка будет. Потому что мне вообще пофиг, кто как моего сына оценивает. Для меня он самый лучший. Да, однозначно. Точно так же я насчет оценок. И когда мне говорят, вы не подписываете. Кстати, я сейчас вспомнила, что я не подписывала дневник, наверное, полгода. И думаю, вы не подписываете дневника. Вы же должны оценки. Я говорю, знаю, да. Я говорю, да я доверяю полностью своему ребенку. И я вижу, что там все хорошо. Понимаешь? А как это? Как это вы не контролируете оценки? Да я даже не знаю. Иногда мне скажет. Вот она сегодня, например, сказала, что там по русскому языку получила. Ну, ты хорошие оценки. Вот у нее хорошо идет. Ну, знаю. Вот она мне скажет. Ну, если она что-то плохое получила, она мне тоже может сказать, может не сказать. Но при этом она несет ответственность. Она сама это исправит. Все. Нет никаких проблем. Главное интерес. Удержать ребенку. Поддержать интерес. А поддержать можно только тогда, когда ты в интересе. Конечно. Если у тебя интереса нет, все. Пиши пропал. До свидания. Угу. Если ребенку не сково скопировать, то вот так и будет. Конечно. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Или на яблоньки не родятся груши. Народная мудрость, блин. Угу. Все очевидно. Кстати, по поводу народной мудрости, когда мы дошли до этого, кто на русскую землю с мечом придет от меча и погибнет, я, конечно, тогда была в полном шоке. Когда эти вещи осознаешь, то понимаешь, как ты зашел. Зачем работает. Да. Как ты зашел, то ты получил. Это невероятно. Вот оно и получается. Зашел через жопу, жопу и получил. Так оно логично, естественно и просто очевидно. Понимаешь? А человек не хочет этого видеть. Он просто отказывается. Нет. И все. Нет. 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 Это не я. Как знаешь, как ты там про ежика рассказываешь или кто-то. Я не пухну. Я не пухну. Пух. Это не я. Это не я. Это не я. И пошел дальше. Да. Как-то ежик бежит и хохочет. Травка ему письку щекочет. Блин. Но если вернуться к зрению, с которого мы начинали. Все, что касается восстановления зрения, это огромнейшая тема. И это тема полностью чистой прозрачной психики. И это возвращение себя в Создателя. Вот тогда у тебя зрение будет восстановлено. Естественным путем. Создателя в Создателя в Себя. Создателя в Себя. Или в себе Создателя. В себе Создателя, да. Вот это та точка, с которой получается надо иметь здоровое зрение. уже психике это надо, подсознанию уже надо, потому что до этого подсознанию не надо. И ты раздербанен на две части. И пока ты раздербанен на две части, то абсолютно нормально, если ты ни хрена не видишь, ни хрена не слышишь и ни хрена не чувствуешь. А если ты хочешь все свои чувства и органы восприятия включить, то это только с позиции Создателя. Тогда это будет естественным путем. В гармонии и в проработке. Да. И тогда и упражнения будут работать. И тогда и современные методы будут работать. И тогда после лазерной коррекции зрение не будет падать, возвращаться назад. И тогда, и тогда, и тогда. Потому что через зрение прописаны. Ну, в принципе, мы и знали, что через зрение прописаны все ключевые программы. Через зрение идет инкармационный цикл человека. Но это неправильно сказать через зрение. Просто глаза задействованы в этом цикле. Оно очевидно. Если мы посмотрим на фотографию Вселенной, мы увидим один огромный глаз. То есть, даже здесь подсказки на картину. Да, самим себе. То есть, вот этот вот весь космос, он находится в нашем, ну, сказать, подсознании неправильно, в нашей психике. Да? Весь космос – это мы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok